Домашнее животное Самыми популярными домашними животными по-прежнему являются собаки, коты, а также птицы и грызуны. Но все чаще в домах появляются более экзотические животные, такие как ящерицы, пауки, вьетнамские свинки или ежи. Каких животных проще всего содержать? С давних времен одними из самых популярных домашних питомцев являются рыбки. Уже в первой половине 20 века наши предки увлекались разведением экзотических рыбок. В то время содержать рыб было очень непросто, а выбор сортов был очень ограничен. Появление в начале 50-х первого корма в хлопьях тетрамин, а затем препаратов для ухода за аквариумной водой и технических устройств стала революцией в области аквариумистики. Благодаря этому она стала общедоступным хобби. Сегодня аквариумные рыбки являются одними из наиболее неприхотливых домашних питомцев. В отличие от собаки или кота, они не требуют постоянного присмотра. Их не нужно выводить на прогулку или приучать к чистоте. А кормление рыбок и уход за ними занимает несколько минут в день. Дополнительным преимуществом аквариума является то, что он создает неповторимую атмосферу в доме. Нет лучшего способа снятия стресса, чем созерцание плавающих в аквариуме цветных тропических рыбок и колышущихся экзотических растений. Кроме того, современный аквариум – это оригинальный декоративный элемент интерьера, привлекающий внимание каждого, в том числе даже самого ярого противника животных. Если вы решили приобрести аквариум, сначала выберите место, в котором он будет установлен. Существует несколько основных правил, которые помогут вам выбрать подходящее место. Во-первых, не ставьте аквариум у окна. Кроме того, что это будет мешать открыванию окна, вода будет сильно нагреваться на солнце, что будет приводить к чрезмерному разрастанию водорослей. Похожие проблемы вызывает установка аквариума рядом с радиатором отопления. Не следует также размещать аквариум рядом с дверью или в местах интенсивного движения. В результате частого открывания дверей могут возникать сквозняки и колебания температуры, что вызывает стресс у рыбок и может привести к опасным заболеваниям. Следовательно, наиболее подходящим для установки нового аквариума местом является тихий и не очень освещенный участок квартиры, где рыбки будут чувствовать себя в безопасности, а аквариум будет хорошо видно. Следующим шагом является посещение зоомагазина. Здесь опытный продавец поможет вам подобрать аквариум необходимого размера и вида. Самым маленьким аквариумом, чаще всего выбираемым детьми, является шар объемом около двух литров. В таком мини-аквариуме мы можем содержать, например, сиамского петушка, красивую разноцветную рыбку родом из тропической Азии, а в качестве декорации можно использовать разноцветный гравий и искусственные растения. Тетра-Бета-Паул и Тетра-Бета-Баббл – это аквариумы для сиамского петушка объемом 1,8 литров. В продаже они представлены в разных цветовых вариантах. Аквариумы комплектуются светодиодными лампами, работающими от батарей, что гарантирует безопасность и делает возможной их установку в произвольном месте. Аквариумом немного большего размера, в котором можно содержать небольших рыбок и даже креветок, является шар объемом в несколько литров с освещением и системой фильтрации воды. Благодаря этому оснащению мы можем попытаться высадить в аквариуме живые растения, которые позволят создать более приближенную к естественной среду для его обитателей. Благодаря использованию фильтра, обладающего высокой производительностью, а также профессиональных препаратов, воду можно менять всего два раза в год. Современный аквариум Тетра Каскад Глоб объемом 6,8 литров оснащен светодиодным освещением и фильтром со сменными фильтрующими вкладышами. После очистки вода возвращается в аквариум, создавая эффект водопада. Чем больше аквариум, тем больше возможностей для его оформления. Несколько десятков или даже несколько сотен литров воды позволяют создать в доме фрагмент подводного мира с разнообразными водными организмами и, внимание, за большим аквариумом легче ухаживать. Все аквариумы Тетра укомплектованы эффективным светодиодным освещением или современными люминесцентными лампами Т5, а также внутренними фильтрами со сменными вкладышами. В комплекты большего размера входит также обогреватель с термостатом и аэрационная система. Рассмотрим несколько вариантов оформления больших аквариумов. Золотые рыбки пользуются очень большой популярностью среди молодых аквариумистов. Их содержат в аквариумах объемом не менее 20 литров, оснащенных эффективной системой фильтрации, а при большом количестве рыбок также системой аэрации. Золотые рыбки являются травоядными, поэтому в аквариум следует помещать искусственные растения или живые, но с жесткими листьями. Как и любой другой вид, золотые рыбки имеют определенные вкусовые предпочтения. Это значит, что отдельные виды корма им нравятся больше, чем остальные. Поэтому золотых рыбок следует кормить специально предназначенными для них кормами, то есть кормами серии Goldfish. Тропическим называется аквариум, в котором можно содержать как живые растения, так и различные виды рыб, креветок и улиток. Для правильного роста растений в таком аквариуме необходимо соответствующее освещение, мягкая и слегка кислая вода, а также углекислый газ. На рынке представлен широкий выбор препаратов, содержащих в своем составе необходимые для правильного развития растений витамины и минералы. В отличие от аквариума с золотыми рыбками, тропический аквариум должен быть оснащен обогревателем с терморегулятором. Грунт и декоративные элементы не должны влиять на качество воды и уж точно не должны содержать кальций. Следовательно, в тропический аквариум нельзя помещать раковины и мертвые кораллы. Для того, чтобы избежать загрязнения, помутнение воды и ограничить разрастание водорослей, не рекомендуется перенаселять тропический аквариум. Аквариум Последней разновидностью аквариума, о которой я хотел бы вам сегодня рассказать, является аквариум для крупных рыб. Окей, может пока не для таких больших. К семейству цихлид принадлежит огромное количество видов рыб разного размера и с разным темпераментом. Как маленькие южноамериканские цихлиды, достаточно крупные скалярии и дискусы, огромные хищники, так и африканские тиляпии и хаплохромисы. Объем аквариума для цихлид среднего и крупного размера должен составлять минимум 100 литров. Он должен быть оснащен эффективной системой фильтрации и обогревателем с термостатом. Цихлиды Цихлиды — это зачастую агрессивные и территориальные рыбы, но в то же время очень умные, поэтому следует осторожно подбирать им общество. Большинство цихлид поедает или повреждает живые растения, поэтому аквариумы с этими рыбками часто напоминают песчано-скалистое дно озера. Африканским цихлидам с великих озер необходима вода со щелочной реакцией, поэтому в аквариумы с этими рыбками можно помещать декоративные элементы, содержащие кальций, например, раковины, мертвые кораллы, мрамор. Как и в случае золотых рыбок, на рынке представлены корма, разработанные специально для цихлид. Вы уже почти полностью ознакомились с основами аквариумистики. Хотите узнать еще больше? Тогда приглашаем посмотреть следующий отрывок, в котором мы расскажем, как правильно подготовить воду.